Во время выполнения любого упражнения организм начинает усиленно питать кровью работающие мышцы. Это естественно, ведь кровь доставляет в мышечные волокна питательные вещества и уносит продукты распада. Бодибилдеры заметили, что если выполнять упражнения с максимальной скоростью и укороченной амплитудой, мышцы практически разрываются от пребывающей крови. Это и есть пампинг. А стиль выполнения упражнений пампинговый. И когда твои мышцы за 3 минуты увеличились на 20%, стали бугристые, с выпирающими венами, это не может не радовать. По мнению многих профи, пампинг – основа для роста мышц. С этим трудно поспорить, но главное – правильно понимать саму суть этого явления. Кратковременные накачки мышц. Мифы. Первое. Кровь доставляет в мышцы больше питательных веществ, и поэтому они лучше растут. Да, но как долго продолжается состояние пампинга? Не успеете вы приехать домой, и мышцы вернутся к прежним размерам. Правильное восстановление занимает от 48 до 72 часов. И все это время мышцы будут находиться в сдутом состоянии. Надеяться на какое-то гиперснабжение питательными веществами не приходится. Номер два. Мышцы станут больше только за счет растяжения во время пампинга. Это тоже заблуждение. Размер мышц в холодном состоянии зависит от размера клеток, мышечных волокон и их числа. Во время накачки расширение происходит за счет капилляров, переполняемых кровью. Есть и другие мифы, связанные с биохимией. Научного подтверждения они не имеют. В чем же польза, спросите вы? Огромная польза пампинга заключается в увеличении рабочего, открытого числа капилляров. Только этого факта уже достаточно, чтобы мышцы лучше восстанавливались и росли. Пампинг повышает концентрацию в мышцах молочной кислоты. Та стимулирует синтез гормона роста, а он в свою очередь способствует росту силы и выносливости. Любая регулярная физическая активность увеличивает число капилляров в организме. Этим частично объясняется выносливость любых спортсменов по сравнению с обычными людьми. Но, когда с помощью пампинга вы целенаправленно работаете на увеличение капилляров, можно быть уверенным, что их число будет максимальным. Останется всего лишь обеспечить организм необходимыми для набора массы, питательными веществами и отдыхом. Как правило, пампинг применяют в последних подходах каждой конкретной группы мышц. Число повторений может доходить от 20 до 50. Если вы можете сделать больше, значит взяли слишком маленький вес. Самое главное терпеть боль, жжение и ощущение вот-вот лопающихся мышц. Травмироваться во время пампинга сложно, так как вес и амплитуда движения небольшие. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok